До начала учебного года остались считанные недели. К 1 сентября готовятся не только родители учителя, но и различные структуры и ведомства. Вопросом безопасности перед началом и в течение учебного сезона посвятили заседание в 10 батальоне 1 полка ДПС «Северный», которое провел заместитель командира батальона Виталий Андреев. Мы стараемся сделать все, что только можно для вас, что в наших силах, хотя у нас в наших силах не очень много, но мы стараемся вам помочь. Самое главное, что хотим от вас услышать, какая вам нужна помощь. Виталий Андреев поблагодарил всех собравшихся за работу в прошлом учебном году, отметив, что колоссальные силы были направлены на пропаганду правил дорожного движения. Задача личного состава была в том, чтобы дети Одинцовского района хорошо знали правила дорожного движения и руководствовались ими в жизни. К благодарности присоединилась и заместитель начальника управления образования Ирина Буфетова. То, что вы несете вот эти знания о безопасности дорожного движения, так доходчиво доводите до наших детей непослушных, и уже видно, что и до родителей, конечно, это бесценно. Насколько в этом году, вернее, в прошлом учебном году, это уже было более активно, ваше занятие более активно, намного их больше проводилось. И, конечно, особенно огромная благодарность за те встречи с байкерами, которые вы организовали, и для детей это было незабываемо. Я думаю, что они много подчеркнули для себя, и, наверное, статистика сама говорит о себе, что случаев таких у нас за летний период нет. По статистике, в настоящее время наблюдается снижение аварии с участием детей. На территории обслуживания 10-го батальона за прошлый учебный год произошло 9 дорожно-транспортных происшествий и 10 детей пострадали. В основном это произошло из-за несоблюдения правил перевозки несовершеннолетних. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и заместителей по безопасности учебных заведений, таких случаев сейчас становится все меньше. Проводимые совместные мероприятия по знаниям дорожного движения дают результат, отметил Виталий Андреев. Также не менее важным вопросом заседания стало инспектирование маршрутов движения школьных автобусов и патрулирование инспекторами школьных территорий. Самым проблемным местом на территории обслуживания батальона остается Перхушковская школа и застроящиеся там эстакады. Сейчас решается вопрос по установке к сентябрю вызывного светофора. У присутствующих на заседании были вопросы относительно заполнения паспорта безопасности дорожного движения, наличию пешеходных переходов и размещению дополнительных знаков у территории школ. Стоит отметить, что внимание сотрудников 10-го батальона к обеспечению именно детской безопасности на дорогах уже на протяжении длительного времени дает свои положительные результаты. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».